В 29 населенных пунктах Дубенского района проживают более 10 тысяч человек. До 14 ноября нужно опросить всех. Всероссийская перепись населения набирает обороты и большой объем работы уже сделан. С 15 по 18 октября в районе прошла завершающая стадия обучения переписчиков, а в оставшееся время успели собрать данные более чем у 33% жителей. Все это результат труда 27 переписчиков. 21 из них приходят к жителям сами. Ежедневно каждый успевает обойти порядка 20 домов. Остальные шесть прикреплены к переписным участкам. Их в районе несколько. Два в самих Дубенках и еще по одному в Повадимово и в Красино. В этом году Всероссийская перепись населения проходит в обновленном формате. Вместо привычных бумажных бланков – современные технологии. Информацию собирают с помощью планшетов и специального приложения. А за корректностью данных следят контролеры. У нас переписчики в основном люди опытные. Они уже участвовали неоднократно в переписи. Совсем недавно проходила сельхозперепись. Поэтому многие уже умеют работать с планшетом. И для них это особых трудностей не вызывает. Ну, конечно, в наши обязанности контролера входит это оказание помощи. Если в течение дня возникают какие-то вопросы у переписчиков, они с нами советуются. В конце рабочего дня мы делаем проверку, подводим итоги, отправляем мониторинг. Дубенский район – район национальный, подавляющее большинство населения – Мордва-Эрзя. Поэтому для местных жителей среди многих пунктов переписи населения особенно важен национальный вопрос. Знать этнический состав и численность народностей важно и для властей. Важно знать, сколько нас осталось. Сколько нас осталось. Тем более национальный вопрос. Живем в Мордовии. Тем более Мордовия подразделена на Мокша, Эрзя и Шокша. И узнать, сколько Эрзя осталось. Мы должны знать, сколько у нас людей, как расширить бюджет на следующий год, на будущие года. Что имеем, что надо, необходимость. Все надо изучить. Чтобы поучаствовать в большом сборе статистических данных, личная встреча с переписчиком не обязательно. Ответить на все те же вопросы можно на портале госуслуги. Этот способ пользуется особой популярностью в условиях пандемии. В Дубенском районе приоритет электронному формату переписи населения отдали более тысячи человек. Ирина Семенова, Сергей Соколов. Народные новости. Дубенский район.